100 баллов на ИГ по математике. Для Сергея Смирнова результат неожиданный. Рассказывает, готовился долго. Помогли и пробные экзамены, на которых репетировали заполнение бланков. У нас было пробных экзаменов три вроде или два. Он больше помогает тем, что когда я, например, шел на сам экзамен по математике, у меня было ощущение, как будто я иду не на экзамен, но на пробник как будто. То есть у меня волнения вообще не было. Высокий результат на экзамене – это и большая заслуга педагогов, признается Сергей. Мы практически весь 11 класс готовились к сдаче экзамена. Кроме того, что они материалом занимались школьным, у них был спецкурс, на котором они прямо отрабатывали каждое задание. Потом во второй полугодии практически все было посвящено именно подготовке. То есть мы, можно сказать, нарешивали задание. Подготовка к экзамену по литературе. Задача не менее сложная. В течение года Стелла Акопян прочитала более 100 произведений русских авторов – от Пушкина до наших современников. На ЕГЭ шла, будучи уверенной в хорошем результате. Я рассчитывала на балл выше 70, поэтому я очень боялась, что будет не так. Но когда увидела 100, это было удивление. Я несколько раз перезагружала этот сайт, думая, что там ошибка. Но потом это как-то успокоилось, и я уже просто была счастлива. Стелла мне позвонила. Сначала она прислала мне в WhatsApp сообщение Ларисе Витальевне. Это 100 баллов, то есть она не поверила и прислала мне фотографию своих результатов из личного кабинета. Потом тут же перезвонила, и мы, наверное, обе вопили просто от счастья, потому что мы были обе счастливы. Куда будут поступать одаренные выпускники, уже определились. Стелла мечтает стать педагогом, а Сергей – инженером. Забывших подопечных учителя не беспокоятся, ведь подготовили их отлично, и результаты ЕГЭ это подтверждают. Роман Попов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».